Медиагруппа «Авангард» представляет Меня зовут Георгий Шабулдаев, в лаборатории Касперского я руковожу департаментом развития новых продуктов. Это достаточно большой департамент, который занимается развитием новых бизнесов для лаборатории Касперского. И до текущего момента защита промышленных систем также по нашей классификации считается новым бизнесом. Поэтому все, что касается построения продаж, привнесения продукта в рынок, это есть моя ответственность, когда мы говорим про Касперский Industrial Cyber Security. Традиционно мы говорим о ходе той самой пресловутой цифровизации, о том, повлияли ли процессы, связанные с глобальным локдауном, на процесс цифровизации или на построение и реализацию программ по кибербезопасности внутри промышленных предприятий. Это какие-то заглавные темы, но я думаю, что в основном люди едут сюда для того, чтобы обменяться опытом. Мне очень нравится, что с каждым годом у нас все больше докладов наших уважаемых заказчиков, которые делятся опытом. Лайнап первого дня, например, построен таким образом, чтобы вначале рассказать о том, куда движется лаборатория Касперского. Я поделился успехами непосредственно нашего промышленного продукта. После этого мои коллеги продолжили, например, рассказав про долгожданный СИЭМ от ЛК. А далее несколько докладов заказчиков. Горельского никеля, Северстали. Вот, безусловно, хайлайты. Мы поэтому их и вставили в первый день конференции. Я рассказал о том, куда двинулся продукт Кикс за 12 месяцев, с прошлого сентября. Я рассказал о том, что нового у нас с точки зрения функций продукта. Рассказал о глобальном признании нас как бренда, занимающегося промышленной кибербезопасностью. О том, как мы ответили на вызовы, связанные с пандемией, закрытием границ и невозможностью физически оказаться на объекте для того, чтобы оценить его защищенность через новый мини-продукт, который мы подготовили для рынка. Это была моя цель. Это крайне важно, потому что помимо видения, которое есть у нас как у вендора и у людей, которые специально работают над тем, чтобы формировать наш родмап, на добрые 50%, а в какие-то моменты и 70% он формируется мнением клиентов. Очень много из возможностей и особенностей нашего продукта, на самом деле, продиктованы требованиями конкретных заказчиков, которые осмелились, выказали нам некий такой кредит доверия, да, пустили нас на свои заводы еще до того, как это стало мейнстримом. И тем самым мы пришли к некой взаимовыгодной ситуации, да, и поэтому я считаю своим долгом отчитываться перед клиентами, как мы используем их доверие. Всеобщий переход на удаленку изменил ландшафт Кибер-Уграус, сделал предприятия наших заказчиков как корпоративной инфраструктурой, так и промышленной более уязвимыми, да, за счет того, что многие каналы удаленного доступа строились в спешке. Это абсолютно понятный процесс и, в принципе, устоявшийся факт. Решаемая ли это проблема? Конечно. И мы видим, как почти все наши заказчики догнали нужный уровень защищенности быстро, приоритизировав кибербезопасность в своих бюджетах, в своих инвест-программах. Мы видим, как бренды и приложения, которыми все пользуются, да, там были достаточно сильно уязвимыми и часто являлись главными героями новостей об инцидентах в начале пути, да, и сейчас на самом деле представляют на себя хорошо защищенные приложения, да. То есть, конечно, риски были, но с ними все справились. Шаг с нашей стороны важный, он не был рискованным. Мы соблюли все меры безопасности, заранее синжинирили, да, это мероприятие, сильно ограничили количество участников для того, чтобы можно было соблюсти все требования, которые есть в законодательстве. Этот момент, когда зал обсуждает тему в конце, когда остается время для вопросов, невозможно хорошо воспроизвести в онлайне, как минимум, да, потому что, ну, нельзя друг друга перебить и настоять на своей точке зрения и заканчивая вопросами, там, той магии, да, которая происходит между людьми, когда они общаются. Поэтому, ну, безусловно, много чего произошло в мире ивент-маркетинга, да, и VR-конференции происходят. И это все классно и прикольно, но я не думаю, что старый добрый оффлайн-формат чем-то будет заменен. Не хочется здесь себя перехвалить, но на самом деле в рамках вот этой конференции, в рамках обратной связи пользователей на доклад вендора или наоборот, рождаются пилотные проекты. Через год они вырастают в customer reference. После того, как заказчик выступает с историей успеха, в какую точку он пришел с этим продуктом, другие клиенты легче, да, приступают, порог неизвестного инвестируют, именно так и развивается рынок. Последние несколько лет наше мероприятие становилось по-настоящему международным, то есть мы привозили сюда очень много иностранных спикеров. И это был свежий взгляд и какая-то дискуссия, как это происходит в Европе, как в России. В этом году, к сожалению, это невозможно сделать, да, поэтому это скорее некий шажок назад, да, но я уверен, что мы продолжим, вернемся к тому, с чего начали в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин